Люди относились к Роне как к монстру, избегая его хрупкого тела. Эти ежедневные действия наполняли его бесконечными страхами. Каждый день он бродит по улицам, подвергаясь насмешкам окружающих. Из-за своего необычного вида, из-за большого нароста на лице, он всегда чувствует себя виноватым и избегает смотреть другим в глаза. У него было затруднённое дыхание, а нарост был настолько большим, что обнажал кожу вокруг глаз. Большая опухоль, казалось, окутала его лицо и распространилась в глазнице, из-за чего его зрение сузилось. Мы не знаем, что за болезнь у Роне, но я глубоко опечален его бедственным положением. Он всё ещё виляет хвостом при нашем появлении, потому что знает, что мы – его единственная надежда. Вся жизнь Роне была наполнена страданиями, поэтому он должен продолжать жить и быть счастливым. Ему необходимо пройти обследование и консультации у специалистов, в том числе срочные анализы, такие как анализ крови, УЗИ и рентген, чтобы начать выяснять, что его беспокоят. У него изменилось состояние носовых пазух, из-за чего ему стало трудно дышать. Роне получает полный спектр поддерживающих лекарств и жидкостей. Несмотря на трудности и серьёзность своего состояния, он продолжает вилять хвостом и хорошо питаться. У него также есть отверстие в небе, откуда выделяется слюна, которая скапливается на морде. Ежедневно мы удаляем примерно 280 мл МЛ дренажа. Именно столько дренажа остаётся после каждого удаления, но он быстро заполняется снова. Компьютерная томография выявила разрушение носовой кости. План хирургического вмешательства заключается в том, чтобы сначала очистить ротовую полость, чтобы снизить риск заражения. Поскольку у Роне прогрессирующее заболевание парадонта, у него больше шансов на несложную операцию и меньше риск системной инфекции. Затем пациенту потребуется повторная операция паренопластики с использованием заднего доступа, чтобы удалить содержимое, закупоривающее дыхательные пути, удалить поражённую глазницу и удалить всю опухоль. После удаления большого объёма потребуется реконструкция лица. Мы проведём реконструктивную операцию по восстановлению неба и устранению свящей в полости рта, используя мышечный лоскут из области щеки и мягкого неба. Это будет сложная процедура, требующая значительной помощи. Нам действительно нужны ваши коллективные усилия, чтобы спасти этого пациента. У этого молодого человека сильное желание жить, он полон жизненных сил и постоянно выражает своё волнение.